друзья здравствуйте с вами эти кухня мы сегодня снимаем просто долгожданную машину мне кажется для каждого из вас 508 peugeot купе вариант мы находимся в амсе в красто в нашем дилере peugeot помогает марис марис махни до машина конечно просто знаете услада такая для меня вы прекрасно знаете что я обожаю визуальную часть автомобиля до в первую очередь они реагируют и здесь визуалка у peugeot все просто гениально вообще марис как тебе но машина конфетка и огонь с любой стороны где не посмотри до машина выглядит просто идеально и что мне очень нравится здесь видны новые свежие охрененное решение да ну вот эти вот клыки как хотите их называйте слезы до шрамы да это же ну это просто супер да и более того если подумать где могли peugeot это подсмотреть могли это подсмотреть у рено только у рено это выглядит так как то усы какие-то да а здесь это выглядит очень мускулисто агрессивно да и как командос она такая с полосами вертикальными и ну она на все на все крутые машины одновременно на похоже на похоже на chevrolet camara например а тоже да смотрите как здесь на все это дело нависает на похоже на бмв чем-то да по общем таким такой мускулистости да у нас жить здесь вариант самый красивый из вот всех этих машин и peugeot называет этот кузов купе хотя вы скажете какой же это купе в лучшем случае лифтбэк потому что двери у нас визуально 4 во-первых дверей у нас 5 потому что у нас задние тоже до считается на то что это лифтбэк и это до четырехдверное такое купе и от купе седан и от купе здесь ну собственно безрамочные у нас двери да видите у нас вот такое вот сразу стекло купешная но при этом конечно круто вы можете эту машину обозвать хэтчбэком потому что видите как открывается багажник да целиком отличная практичная идея визуально она выглядит как седан практически да но вполне да можно вот эту часть этот хвост назвать таким седанообразным ну и по цене она конкурирует тоже да в общем то не с премиумом а с таким средним классом начинаются цены у нас вот латвия 26 тысяч евро очень доступно и заканчивается там чуть-чуть за 40 что за такой дизайн по моему тоже нормально нормально давайте так в целом ее оглядим да что здесь красиво здесь красиво все особенно наши эти шрамы отличные фары агрессивные вот эта шахматная решетка она у gt серии обычной машина она попроще но решетка мне очень нравится единственный придирка странная 508 вот если смотреть на фотографиях как-то я везде у меня цеплялся взгляд до за это 508 так вживую ну нормально неплохо потому что у меня соединяется эти 508 вместе с и со значком льва и как-то наршотка нормально в принципе нормально неплохо это выглядит агрессивная губа все очень красиво вы штамповочки смотрите остренькие такие на тоже а цвет а марис цвет но почти дотянули до мастерского ладоседан баклажан да это металлик еще при этом да очень красивый черные диски да двери у нас открываются конечно не не полностью закрывая пороги но мы знаем да что плюс такой конструкции безопасность общая низкий силуэт да смотрите какая крыша скошена да как пропали практически панамера ну так я ческал бы что красивее зачем панамера эта тачка но мои по моему субъективному мнению gt line здесь единственный момент есть такой странный что здесь вся вот эта люстра как бы до целиком тоже открывается вот эта часть не опускается в результате опущенное окно выглядит вот таким образом если его закрыть нормально вообще без проблем да ну окей вполне открытые двери может быть странно но так так открывая может быть несколько необычно но все равно прикольно и между прочим смотрите работают у нас стекла как у дорогих машин без зажигания да у нас машина полностью заглушенные при этом вся электроника работа здесь это смотрите тоже такой пластик под карбон красиво казалось бы можно было просто это ухо оставить да пофиг кто заметит да черный пластик а нет детали здесь действительно и материалы и внимание к деталям просто просто поражают видно что peugeot идет идет вверх да и хочет конкурировать вообще их последние серии машин да все это поколение да в дизайне они я бы осмелился сказать шагнули вперед всех очень красиво я да мне кажется что пирож самое красивое сейчас чтобы вода на любую посмотрите он стоит 5000 8 дохриненная да у них как бы дизайн суперская просто внутри салон тоже унифицирована внутри мы еще сядем да и вот это отличный шаг более нормальной машины за средний бюджет вы получаете вот такое качество я бы сказал что peugeot рвет ягуар сейчас они они дешевле и они красивее давайте посмотрим тоже на заднюю часть автомобиля более того смотрите здесь все такое ледовское красиво открываем машину у нас правда солнышко светит ну-ка закроем откроем а приветствую если видно надеюсь если видно на камеру очень красивая эта идея 8 тоже сейчас так сделано но 8 стоит больше 100000 здесь у нас машина там но за тридцатку так если усреднять конечно это жить и стоит туда уже в 40 примерно но тем не менее очень красиво да очень красивый силуэт такой прямо вот гоночный спортивный агрессивный такой видите багажник переходящих спойлер черная вся эта линия в отличие от вот этого нового волксвагеновского стиля где у них сплошная эта фара идет сзади да здесь тоже идет сплошной элемент то есть это как бы воспринимается единой конструкции но при этом фары здесь вот так вот раздельные очень красивые очень агрессивные давайте может просто вот так походим вокруг машины мы так и вам отснимем ну супер вот мне но она она выглядит как очень-очень дорогая очень-очень спортивная тачка и она очень приятно на глаз дико крутая при том что это ну так я утрирую до семейный хэшбэк семейный хэшбэк для папы да где маме сказать нечего все помещается да все как бы стоит тоже не очень дорого а при этом выглядит крутейшим образом если говорить по подвеске изменилась она это второе поколение первое поколение было я сейчас грубо скажу было достаточно невзрачным я бы сказал она была технически интересным но внешне но у меня что не привлекало только странный был дизайн и это показывают продажи например российские если брать россию да там все пом 3 тысячи машин было продано вообще за всю историю первого поколения совсем чуть-чуть эта машина явно будет продаваться отлично и что здесь произошло здесь изменилась подвеска спереди макферсона это в сторону немцев реверанс потому что такие подвески мы знаем сейчас очень многих стоят их легко настраивать да они но именно вот немцы хорошо умеют их настраивать и сзади у нас многорычажка которая пришла так эволюционировал с предыдущей модели очень комфортно и есть подвеска обычная есть подвеска адаптивная на всех режимах ну вот мы сейчас покатаемся судя по всему машина достаточно комфортная должна быть здесь нету здесь визуально такой спорт спорт но по факту ну это скорее такая картинка в общем-то по повадкам у машины как говорят такого прям спорта нету это мы посмотрим конечно я бы сказал что багажник это одна из тех вещей которые вы в этой машине не ожидаете это огромное ее преимущество и при этом абсолютно мне кажется необязательная вещь в этой машине мне кажется даже без такого лифтбэковского багажника машина бы зашла бы просто на ура даже в качестве седана кстати седана здесь нету это вот именно единственная такая версия ну и посмотрите конечно у нас крыша ну так сбоку давай марис немножко покажем мы видим что скос крыши но такой гигантский слабо сказать в результате багажник низкий но он глубокий машина достаточно длинная он глубокий он не неплохо тут опущен тоже вниз можно тут на эту ступеньку как бы до ругаться но с другой стороны понимаем что при таком кузове это необходимость тут его надо было углублять он и широченный да мы видим что выходит даже здесь да за 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 вот эти края багажник нам так в принципе такое пространство багажника обеспечивают именно много рычажка здесь подвеска занимает достаточно мало места и в целом если посмотреть на его объем он большой да и если сюда начать складывать чемоданы коляски и прочее все память все все поместится а что сюда не поместится это всякие холодильники а телевизор тоже повести ли же плоский у нас холодильник и стиралки с этим могут вопросы холодильник опустите сидение у вас поместь все получится мы видим что у нас два как это две трети к одной трети соотношения складывания сидений и есть плечок для лыж не слишком большой ну вот так вот сделано посмотрим что здесь внизу смотрите у нас здесь до каточка и собственно все больше ничего здесь нет никаких ни ящиков ничего ну вы хорошо смотрите до каточка поместилось в тепле и если говорить про в целом про организацию я бы сказал что неплохо очень умно здесь все сделано смотрите более того здесь не видно что у вас багажнике из-за вот этой шторочки и из-за вот этой шторочки которая кстати по моему даже при этом смотрите что дает вам снимает что дает вам эта шторочка да вы что-нибудь кладете тут такое же не особо помещается или вы не посчитаю да а вместо того чтобы разбить стекло или чего-то вы дораста коцать еще раз но и в том числе не видно что у вас на посмотрите там кнопочка есть которая позволяет вам сразу закрыть и за машину и багажник да 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 как у porsche а как упор как у porsche очень благородно это все выглядит внешне смотрите у нас стекло и ничего не что багажнике не видно багажник полностью закрыт смотрите еще один бонус который не у всех дарен но у них есть бесключевой доступ и а на задних дверках тоже есть сенсоры открытия и закрытия да можно было бы наверное личинку замка и запрятать здесь вот если так подумать но это такая деталь когда верха вообще какое отличное настроение какая прекрасная у нас машина сегодня какой чудесный день посмотрите вокруг солнце наконец-то солнце у нас весна ветерочек прекрасно ну так мы пошли в задней части автомобиля и машины и давайте сядем назад посмотрим как она тут но видно что сиденье специально опущены вниз из-за крыши ну вот здесь вот тоже да надо аккуратно но места много ну много да ну так ладно наверное но но можно тут короче сидеть что мне нравится давайте я вот так вот сюда даже сяду чтобы было показательней что мне нравится что несмотря на то что это купе скошенной крыши мы сидим низко уровень окна нормальный я все хорошо вижу хотя конечно само окно в угоду внешнему дизайну оно такое несколько такое узковатая может быть да здесь хитрость применена с потолком ведь под голову пассажиров он выгнут да здесь кстати больше места у нас есть смотрите и панорамная крыша крыша дали это панорамный люк сейчас мы вперед залезем посмотрим но она задним пассажиром ничего не добавляет да здесь вот идет такое такой бугорочек который собственно нам тут разделяет получается пространство передних пассажиров и задних если так вот про как здесь все ощущается ощущается очень классно все сидение из приятной такой вот нежные достаточно кожи хорошей все выглядит очень в таком дизайне кайфово дизайн смотрите сиденье там не просто такие ковши но с рабочками как весь общий дизайн так все интересно да все в рамках концепта можно сказать что внутри машина тоже по дизайнерски такая крутая смотрите такие лампочки да ну вот есть два usb и здесь интересно кстати открывались изофиксы смотрите на молниях они и это наверное хотя не спать хорошо вот и к ним доступ можно прицепить сиденья первый раз я такую штуку встречаю в автомобиле как игрушка такая на молнии ну вот все аккуратно все прикольно ничего здесь не потеряете в целом ну вы видите возникают проблемы если вы начинаете по машине по заднему ряду передвигаться да это же упираюсь в потолок головой я в метр восемьдесят всего лишь конечно людям которые больше чем метр восемьдесят сзади будет тесновато но я бы сказал что для такого охрененного дизайна спортивного да такая заниженная тачка здесь сзади более чем все достойно туннельчик есть но он мог бы быть и хуже он мог бы быть и выше он тут в принципе вполне нормальный посередине можно сесть не скажу что вы получите какое-то удовольствие но сесть можно ну и если так уж совсем как бы придираться то здесь угол наклона ног вы видите не слишком комфортный да то есть вы будете уставать когда далеко вы будете ехать да не следует сиденье за вашими ногами вы так сидите чуть-чуть в глубине да и низковато но с другой стороны если говорить про городской режим все точно будет прекрасно ну за город как-то что привыкните привыкните пойдемте вперед не очень интересно что здесь спереди ну вот так вот я выбираюсь как-то не слишком эстетично выглядит но это так со спорткарами всегда в общем то действительно тут мы жертвы немножко удобством ради внешнего дизайна как обычно давайте посмотрим здесь про материалы вот здесь хорошее у нас освещение и все замечательно видно мы видим что здесь кожаная только вот эта вот часть что весьма умно потому что именно этих этих частей карты двери мы касаемся рукой здесь у нас такой пластик под карбон здесь просто пластик все это выглядит очень неплохо очень цельно хорошо смотрите решеточку у нас динамика классно и же написано да ну давайте откроем может быть сразу перед тем как поедем перед тем как уже заберемся в салон окончательно посмотрим и под а видел да как это так покупаем всех смотри закрываем вам и подняли то же самое конечно да но это из-за того что ну чтобы не протекали окна да и посмотрим у нас здесь подкапотное пространство поисследуем давайте мы с вами как эти ливенгуки так ну-ка ну-ка вот такой крючочек необычно выглядит вам надо как защипнуть так капот да пневмосточки у нас ну и надо сказать что в общем то очень это все похоже на типичный пижо действительно выглядит как в остальных пижо очень все но характерно в принципе здесь двигатели бывают бензиновые дизельные бензиновый здесь 16 в двух вариантах форсировки самый мощный был там чуть за 200 лошадей и давал разгон около 7 секунд а дизелей было тоже два в четырех вариантах форсировки был 1 и 5 двухлитровый дизель 1 опять обычно не советуют обзорщики вот так уже посмотрел английских обзорщиков например но он такой обычного ты там уже получается больше 10 секунд двухлитровый дизель если взять в топовом варианте 180 лошадиных сил вполне живенький очень даже приятный вот здесь между прочим это мы сейчас оценим говорят что неплохая шумоизоляция но к сожалению не моторного отсека всего кроме моторного отсека более того даже знаете какая есть информация что пижо они вот эти свои делали окна безрамочные и они со своими поставщиками с которыми не работали до этого не могли добиться качества резиночек чтобы в машине не было шумно да им пришлось сменить поставщиков на немецких и только тогда они добились достойной шумоизоляции именно вот по стеклам представляете да если говорить про коробку вообще так уже про про конструкцию здесь восьмиступенчатый айсин как правило автомат которому в общем нет претензий надежные все тут нормально или бывает 6 ступочка ручная но я ее видел например в латвии в каталоге по моему она только на самом слабом дизеле шла на всех остальных машинах вот этот восьмиступенчатый айсин но и мы понимаем что в общем то когда мы такую вот тачку берем да кто там чё хочет переключать на серьезно как бы зачем ну вот так вот еще раз посмотрим может под капотку ну давайте честно но вот если так вот ну придираться ну есть как почему придутся а марис ну как бы вот этот узел да но в принципе но такое как бы да тут все дизайн вот такой что вы покупаете машину за дизайн они за технические решения да и тут нет никакого криминала все аккуратно все хорошо но у немцев конечно если говорить про там бмв это мерседесы там конечно все сделано поаккуратнее но они стоят значительно дороже друзья вот мы сели в автомобиль в первый раз я вот именно сел понятно что я видел на фотографиях в обзорах уже как-то машина выглядит внутри но именно вот ощущение у меня такие свежие совершенно во-первых очень глубокие сиденья на мэрис до сиденья неудобные например вот я просто провалился в него у меня прям вот серьезно ничего себе да необычно хотя надо сказать что так но честности ради наверное вот эта подушка могла быть и подлиннее с точки зрения каких-то дальних поездок но 7 действительно удобное сиденья сложные они вот так отформованы чтобы этот них никак не перекатывались и смотрите все черное очень лаконично выглядит видно что здесь много экранов покажи может панель марис очень круто уже даже без всяких вот этих вот включенных включенных все электроники я хочу еще очень футуристично смотрится от себя добавить да то если вы сидите на место водителя все офигенно классно да вы чувствуете себя типа пилотом там не знаю боевой машины или там истребителя да 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 но вот момент когда вы сидите рядом да то тут уже чувствуется что как немножко как как-то обиженными да что типа все для водителя а для вас вот меня короче все устраивает надо сказать что как внешне машина выглядит очень инновационно да с этими всякими нестандартными решениями так и внутри тоже вообще похожи панели на эту я не видел ни разу посмотрите как здесь все сделано здесь плоскость здесь плоскость здесь отрицательный угол да там что-то внутри очень круто просто с формой работает даже пижота не говоря уже про материалы выглядит все это очень достойно очень дорого вот это вот смотрите просто пианино здорово давайте да и перед тем как мы заведем может быть тоже еще несколько моментов про про саму эргономику во первых удивительно что даже такой крутой тачки у нас ручные регулировки сидений во вторых баранка непривычно маленькая для остальных машин peugeot это не не первая машина где она такая peugeot уже опробовали эту идею вроде бы как удобно хорошо я на такой машине ездил много да не могу вам пока сказать каково это но вот видно что во первых очень неправильной формы да она не круглая совершенно во вторых она больше похоже на типа штурвал самолета скажем так да я скажу что похоже на руль маслкар как у них тоже были маленькие да да ну интересно все это сделано вот тоже у нас смотреть переключатель скоростей такой переключатель именно селектор нет дизайн у них отличный вот то что они придумали вот с этими кнопками просто отлично да например когда ты сидишь в porsche и там до хрена много кнопок не кажется мне лично да как-то немножко но не серьезно ну это про макан говоришь у них да да у них тоже чувству нормально да а тут вот эти вот как тамблеры вот реально вот смотрите например спортивных машинах таких суровых до спортивных или оффроудовых или каких-то так там действительно вот такие тумблеры и все так вот приятно и шелкается и как надо еще что хочется отметить сразу по посадке вот мы пока еще даже смотрите ничего не включаю уже сколько все можно сказать вот эти широченные стойки понятно что пришлось их сделать ну для безопасности да такие толстые но их видно их реально видно они действительно я смотрю прямо она у меня тут фигурирует да я вижу эту стойку обычно в скажем в тех же ягуарах ее делают или мерседесах скажем да тоже купашках ее делают более вытянутые на меня до соответственно этот профиль убирают ну вот так вот отличное зеркало в салоне такой безрамочная современная ну в остальном не очень круто очень крутое впечатление все очень интересно и сюда можно положить что телефон я думаю думаешь очень толстый телефон ну несколько ругались вот на эти подстаканечки что они глубокие если вы берете маленькая кофе 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 например l хотя бы даже до что проваливается а здесь смотрите подлокотничка интересно да вот так вот подлокончик один довольно глубоко есть похоже гнездо для аудио да так нормально нормально не вижу нигде юсб зарядочек здесь вообще спереди не вижу ни одной есть только 12 вольтовая розеточка ну вроде бы я вон и даже снизу снизу да снизу кстати вон безпроводная зарядка юсби мы нашли вот они тут снизу запрятано очень круто да ну что давайте заведем автомобиль и посмотрим ждут какое-то интересное приветствием еще не знаем честно говоря пока стандартный чек вот тут на этом камеру что пижо думаю да ничего особо не прошло просто система загружается загружается нет просто загрузилась да ну что ж интересно да здесь тоже такое все нестандартная никакого намека на аналоговые приборы нету хотя смотри как меня тебе не смотри интересно сбоку шкалы как сделано да это как в старых совсем типа мощи груз темах это мне нравится это очень красиво вон нажми газа больше она должна типа офигенно мне вот это стимпанк очень классно да вот но сразу может быть пока мы еще не поехали потыкаем тут мультимедиа она выглядит хорошо очень в стиле это переключение собственно между разделами лучше всего судить по карте если она у нас здесь есть карта у нас здесь есть есть ну-ка скорость тачскрин тачскрин все нормально там нормально это будет двухмерная карта проще ничего все достаточно приятно дизайн очень нравится красиво управление климатом убрали отсюда да то есть хотим температуру поменять отдельная кнопочка эти кнопочки есть это подогрев сидений да но это станут можно климата это так что кнопочки есть часть перенесена да 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 а часть перенесена но неплохо все это сделано абсолютно в рамках концепта мне нравится что мультимедиа очень даже сочетается с автомобилем вообще здесь вот именно сам стиль очень выдержан да и внешне и внутри машина ультрамодная ультраклассная и никогда не подумаешь что все это богатство может стоить там 30 тысяч спокойно совершенно не знаю мне кажется проведем тест микролифт давай могла бы стоить она и 50 все нормально бардачок не самый большой но тоже нормально да неплохо ну что прокатимся чуть-чуть сделаем тут кружочек нам много не нужно мы хотим вообще оценить в принципе как это машина ведет едет так и вот здесь интересная такая ручка смотрите здесь паркинг это отдельная кнопочка чтобы поехать нужно нажать unlock и нейтралочка назад на себя драйв у нас был на себя д-1 интересно а если не хочу д-1 если хочу просто драйв я думаю просто показывает скорость а ну то есть надо ручничок я услышал ягвар их снимается сам релист так мы покатились посадка реально очень низкая вы ощущаете себя действительно в очень низком автомобиле таком плоском это прикольно руль маленький кстати реально удобно слушайте нормальная идея мы как хищник такой крадущий сюда лев такой саблезубый саблезубый лев зубы тигр конечно да но мы саблезубый ну-ка тут куча ручек есть лепестки разобрались есть лепестки достаточно мягенькая подвесочка во всяком случае сейчас ощущается так ну-ка у нас есть режимы езды которые мы можем так вот щелкать но на комфорте давайте попробуем говорят что режимы езды если у вас адаптивный амортизатор конечно влияет на подвеску но к сожалению влияют никак на режимы работы двигателя и народ очень переживал что как так еду в спорте и еду в комфорте у меня одинаково себя ведет силовая установка но это мы сейчас попробуем насколько это вообще критично но я сразу скажу что я предвзяты потому что я за такой дизайне готов много простить мне в общем наверное уже не так важно даже как она едет скорее вам рассказать вау-фактор конечно просто офигенно ну такая надо довольно мягонькая такая французская в ней весь мягкость вот есть некоторая такая специфика в французских машинах и мы сразу в пробочку до попадаем отлично легко очень маневрировать мне нравится вот такой размер руля на самом деле неплохая идея может быть и легче забраться в машину на круто вообще круто вот движочек и ну да такой ну не выдающийся обычный вполне но он я бы не сказал что как-то беспокоит нету в нем никакой драмы никакого такого надрыва да просто едет и едет нормально удобно едет машина как семейный хэшбэк но выглядит может быть за счет общей компоновки она наверно получше себя ведет но в целом неплохо стоит хорошо машина на дороге давайте звук от двигателя тоже такой приятненький давайте-ка мы спорт включим я бы сказал что между прочим поведение двигателя изменилось я не знаю кто кто-то рассказывает про то что все это один хрен как бы ну нет повеселее машина стала ехать на спорте я не то что мне надо все время подруливать я тут просто активно еду да пытаюсь понять как машина рулится машина не слишком охотно она поворачивает да все таки ей видно что она больше любит ездить как-то спокойно хотя за счет такого маленького руля вы можете реально очень круто крутить мне кажется все будет нормально вот и движочек знаете на спорте на спорте все хорошо мне очень нравится эластичность двигателя на спорте именно всегда хватает тяги да достойно слушайте да хорошо я бы даже сказал что в режиме спорт эта машина ну ладно она просто мега круто выглядит поэтому она не соответствует своей внешности да а хорошо едет с ней все нормально по обзорности тоже у меня нет особых претензий действительно это стойка вроде как она большая но особенно она не я ее не вижу не замечаются она а вот кстати заценим крышу можно убрать вторку а а кстати это оказывается не просто панорамная крыша это люк да из-за этого получается нету ну этот с крышей почему то что то люк уходит да 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 там бугор получается огромный прикольно да люк такой но мы не до конца открывается но хватает да классный не часто сейчас увидишь люк в машине да вообще огонь слушайте мне нравится да не на спорте она хорошо едет даже у меня с появилась буковка чтобы я знал что это вторая передача спортивная но вот дизайна мне вот салон охрененно нравится все фонты все там вот эти крутящие со все моменты очень продумано очень качественно вырисовано да ну можно немножко поспорить про материалы да что вот например вот это пластик они алюминий да как хотелось бы не довольная мариса не 70 тысяч ну да да ну вот это реально то единственное что у меня не хватает кстати я сейчас понял что для чего этот наверное для очков потому что мне очень важна такая фишка очечник ночи туда точно влезут очки туда точно влезут ну да и смотрите действительно на неровностях машина стала более подробно так обрабатывать все равно осталось комфортный в общем-то все нормально мне нравится как машина ведет себя на спорте отличается от комфорта и двигатель отличается как коробка себя ведет отличается очень неплохо и действительно тут нету конечно там никакого там в 8 до сумасшедшего да где мы бы тут просто улетали но если иметь ввиду что у нас вот такие вот двигатели да ну так у средним у нас двухлитровый двухлитровый дизель 16 всего бензиновый двигатель бывают да то все очень круто по моему очень достойная машина за свою цену даже очень очень достойная я бы сказал что просто она недооценена мне кажется это хит прям хит но у нее есть очень хорошие перспективы до огонь в отличие например от старых французских машин у старых поколений да где можно поспорить что вон какие-то дизайнерские решения типа но очень очень странный француза до ох эти странные французы да то тут все ну нету к чему то есть придирается да они очень 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 эргономично очень неудобно очень как-то все ничего не так кричащие что-то где вы могли бы негодовать почему бы тогда суд тут все как надо при том вот тут есть вкладочка под карбон да но мы видели в салоне есть такое прикольное решение где у вас то типа джинса да типа тоже интересно выглядит джинса да у peugeot есть этот материал прикольный друзья вот такая была машина обращайтесь к нам спрашивать если вам нужны какие-то дополнительные разъяснения пояснения мы можем переспросить у сотрудников салона на что-то можем ответить сами может просто переадресуем какие-то ваши вопросы с вами была айти кухня подписывай наш канал подписывай наш фейсбук подписывай наш контакте всем счастливо всем счастливо привет